ну что сегодня у нас в гостях известный персонаж как как бы это сказать как как назвать быдло 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 ой среде финис сокол ты будешь представляться как тебя действие финис соловей меня соловей зовут слава соловей я играю выбираюсь и я создатель этой группы мы в свое время с моими друзьями которые уже не играют час это был первый состав собрались из разных команд вот расскажи мне такую вещь я много естественно вашей группе слышал но практически ничего не знаю так в общих чертах выбирались это что то есть можно понять там правые и левые группы выбирались что это я не могу понять в первую очередь это коллектив друзей что это был первый состав то есть там был никита кит и олег честер который мы познакомились еще играя в различных коллективов и сошлись именно на почве дружбы и алкогольных всяких деревьев возле до когда мы угорали по полной решили все-таки сделать группу с китом он играл там в одной команде а называй называй название я пожалуй не буду называть а где играл никита но до этого он как раз только записал альбом с ромой не умой в инструкцию по его заживанию это был альбом рекс он с ним записывал вот олег честер играл на тот момент в известной группе спэнк вы с ними как-то ездили помню пиздобол это же это же группа была мир дверь мяч правда да да у него был до проект такой шикарнейший ну речь не о нем как бы когда все группы развалились мы собрались я играл тогда в калифорнийской группе хэм мы собрались вместе решили играть на самом деле как история была такова что мы в пельменях которые были еще на нау кузнецкой напротив серны засели с китом и думали что нам делать дальше потому что музыку хотелось играть всем сначала мы хотели играть рокобилю потому что кит старый сайкобил он хотел прям рок-н-ролла я сказал что я не супер музыкант и такого рок-н-ролла я не потяну и мы сошли что есть очень субкультурная музыка которая не будет модной как тогда вот было модно ска потом эмо потом еще что-то вот и мы поняли что единственный правильный выбор панк-рока это будет ой она будет не модная она будет вещь она да будет вечная и решили играть ее буквально недавно я ознакомился записью но я могу сказать что если бы эта запись вышла гораздо раньше то группа перспектив было бы гораздо больше почему вы так долго писались какого года группа с какого года в середине нулевых но навскидку год наверное 2006 может как то так то есть это 11 лет вы шли к альбому но на самом деле мы один раз пытались записать альбом у игоря из реактора записали какие-то партии и все похерили все разбежались и долгое время группы не было у нас были очень большие перерывы именно из-за разногласий когда групп просто не было когда она была мы все собирались собирались но побеждала синька как водится и запись стопорилась прямо еще на стадии да уж я не видел стройте и шпой групп по крайней мере не встречал и тогда победила синька но потом состав совершенно по-другому поменялся сейчас играют другие ребята они именно занимаются ну по моему мнению это уже творческий такой союз друзей которые именно хотят играть музыку и поэтому альбом сдвинулся с места и мы ну хотя мы тоже очень долго выписали первый трек был записан бери перо в пятнадцатом году а альбом вышел в семнадцатом два года мы фактически мурыжили а то есть вы еще и не за условно говоря короткий промежуток не за короткий совершенно промежуток но потом все-таки мы взялись решили что нужно это сделать сейчас или никогда иначе время уйдет и будет все уже быть беде прослушав альбом здесь все как бы понятно бери перо парни с городских окраин бель себе сильнее уличные танцы и все это насколько лирический герой в песнях совпадает с тобой в каких-то песнях конечно совпадает каких-то совершенно нет в какие-то совершенно придуманные песни например вот как песня уличные танцы она написана была совершенно недавно и мы поняли что надо сходит стало ходить довольно много ребят которые были раньше в около футболе и сейчас им нужны эти песни потому что они уже скучают немного по тем временам и чтобы они всплакнули на досуге я решил написать такую как бы забавный филетон потому что там же все сравнение халегориях воды да и она вышла действительно задорная очень крутая и думаю что кого-то напоминал о его старом времени ну вот смотри опять же проходясь по диску я смотрю участие саши силу из группы айронбис и это совершенно моя инициатива мы записали эту песню район на район она естественно была навеяна фильмом американка даже так да ну мы с китом в свое время были очень большие фанаты это фильм и сейчас я его там раз в два месяца стабильно пересматриваю он весь в цитатах это очень крутой фильм всем советы я не понял с каких это пор железнодорожные гуляют у нас по району да еще с нашими девками каляра я сам не понял ты случайно не заблудился а ты неси в компот там повар ноги моет предупреждаю сразу бью два раза первый в лоб 2 покрышки грубо и когда мы его записали я послушал там не было был как сухой звук он провал такой да куда пустая гитара как бы без примочек без всего бас и барабаны это довольно куца я вспомнил что у нас есть шикарные друзья в самаре у которых есть великолепные инструменты которые можно воспользоваться и я позвонился ему говорю силой давай запишем сплит ты нам пришлешь партию баяна и запишешь голос и он не отказал это получилось очень круто действительно но могу сказать что станет вообще в принципе парень позитивный мало кому отказывает в этом плане дальше у у меня вопрос по скажем тому как все начиналось я так понимаю что убирались это же тусовка таких групп как экстра реактор да а что случилось где все то куда все делись почему вы так редко вместе все разбежали ну секс 3 например достаточно часто играем так как две трети состава это участники группы экстра лёша феофан играет и у нас и в экстре герб андрюшка играет на барабанах у нас и в экстре вот и поэтому мы например у нас не составляет труда съездить на гастроли в самару к аренбис потому что мы как бы собираемся и вместе гоним и заодно даем веселейший концерт там очень угарные тусовки ну а к вопросу про гастроли почему сейчас будет первый концерт в питере за все время существования как на самом деле удивительно вышло мы особо конечно не напрашивались в питер но хотя очень хотели там сыграть и никаких предложений не поступал был предложение от ребят будем мы играть не будем но это как вот поклонники грубо говоря а здесь так вышло что ребят которые ездят из питера на пчел мы с ними знакомились там дашка и игорь они у них есть связи с клубом спб вот этот 20 сбг-бар да вот этот и мы намекнули что неплохо было нам сыграть в питере и они как-то вот прям по велению пальца нам бах и замутили гастроли это произошло буквально когда чего 20 января мы будем там играть вечерком радовать публику соль на вас будет да это на самом деле вот два концерта у нас вот 3 января вот это похмел party 20 это вообще наши первые сольные концерты за всю историю группы тоже это довольно волнительный для нас момент раз ты затронула похмел party а расскажи предысторию этих а похмел party и что что там можно ожидать то собственно мил плати ну по-моему это были очень крутые тусовки они проходили тогда в клубе релакс где-то в районе 2 3 января и вот все эти похмельные тела которые застолье им нужно было развеяться на улице они вот выходили и усталые приходили на концерт и там рубились так что люди выползали было очень круто это было прям настроение такое после новогодняя тусовка которую прям надо посетить там всегда играли интересные группы тогда еще костян с мэтью перри тогда когда и духовые партии у них были кто-то там начинали middle name вот все вот эти команды которые сейчас считаются легендами они вот тогда вместе собирались играли вот эти вот между собой щеки на которых тоже приходили свои люди было круто как бы море пиво море водки море угара но ты думаешь это продолжится ну я надеюсь это возродить потому что считаю что это крутая традиция костян ты легенда как бы даже несмотря на то что бросил бухать а я тебе расскажу кстати да потому что почему вас редко приглашают потому что у вас какая-то аура такой недосягаемая группа в том плане что вы как-то особняком держитесь сколько раз тот же костя мэтью перри такой говорит может быть вот этих позвать там или может быть там вот это это и как-то вот до вас не доходит может быть как-то по по поближе к народу сдать был бы круто на самом деле не но с костиком то мы играли вот там зеленограде концерт я помню вот мы костик нас вытащил да и это было ему прямо низкий поклон за это потому что мы развелись за долгое время в москве же мы же уже не можем сыграть концерт больше года по независимым от нас причинам не будем в них вдаваться там срывались постоянно концерты и даже вот презентация альбома хотели сделать 13 октября но фактически там после два месяца прошло после концерта и у нас разбился барабанщик попал в аварию и сломал ногу и пришлось все перенести вот и как раз вот 3 января только получилось до этого что-то вот постоянно случалось тонн какие-то там не срастухи с клубами еще что-то и мы никак не могли сыграть я очень жду этого 3 мне кажется проблема в том что нет тусовки которая была в середине нулевых то есть люди сейчас как-то по-другому ходят на концерты ну во первых все повзрослели понятное дело сколько лет прошло а во вторых помнишь раньше приходили на концерты музыка как бы там такое достаточно посредственное отношение вот первый танц например первый состав группы цикл с фаготом я вот вспомню вот это были вообще отличные времена когда люди приходили и смотрели как человек дует в длинную вот эту вот трубу и таки что это вообще такое ну там приходили смотреть и как зотов писюном там тряс на как бы на весь концерт бывало дело там весь состав был ого-го сейчас сейчас тоже играют а мы играли с ними концерт вот в ноябре в клубе театр ну вот больше но который тогда да да и ты знаешь мне кажется они в лучшую сторону изменились очень приятная музыка мне кажется знаешь что надо собрать вот эту всю старую тусовку мы все пыри цикл там до выбирались на самом деле идея фикс вытащить и растрясти все-таки группу реактора и сыграть концерт с ними вот это было бы просто вот одна из моих прямо а почему ты думаешь они не выступают ну сейчас у них поисках басиста идет насколько я знаю или игорян забил нет игорян кстати не забил совершенно я общался с ним на той неделе и он фактически готов ему очень хочется он скучает по сцене игорян ты понял нет надо так диман игорян скучает по сцене пара диман естественно про тусовку последнее время я очень удивлен сейчас ходит молодые скины на нас например приходят и это времена девяностых они приходят бомберах на подворотах вот как вот как тогда классика с татуировками на лице что меня жутко поражает вот и я был удивлен что именно молодежь взяла стиль вот тот когда был весело ты знаешь просто она как бы цикличная же мода идет и людям это в какой-то момент просто этих бомберов было же на каждом углу и они просто уже настолько вот поднадоели что уже думали как бы по-другому одеться и вот эти рубашечка вот это клетчика тогда же еще нет не сильно там во всей этой клетке и он ты тут тоже полу скулу как бы все как надо вот расскажи пожалуйста как ты относишься к движению поясни за шмот ну что денешься на пополам да инструкция мне до седьмого тебе по 3 уважаемый шо да у тебя ты чё охуел тварь смысле поясняй за шмот поясняй за что ты сейчас смысле за компас а ты из какой фирмы гоняй а это люди которые снимают шмотки нормального до гоп-стоп из 90-х ты считаешь это гоп-стопом или это я считаю да потому что в наш век мы по моему мнению шмотки уже настолько себя нивелировали раньше он мартинах ходили скины и это было прям мартина и все было понятно за человека сейчас мартинах или до полу покеры ходят и это модно отдать 20 тысяч с ботинки раньше ты такой о мартина богатый чувак а сам шел на вьетнамский рынок или там в магазин армейский берц и всех купил и в порядке вот сейчас все эти стон айленды когда ты видишь там человек на стон айленде где-то там в метро это 90 процентов никакой не фанат потому что компас носить уже модно модно как можно сейчас пояснять какой-то шмот когда там их носит кто угодно ну не знаю по мне уже пора вообще отходить от этих шматья и носить лонсдейл носить лонсдейл правда продолжать пить но раз непосредственно ой связано у вас с алкоголем драками возлияниями расскажи пожалуйста про твои отношения там крафтовому пиву всем остальным знаешь на самом деле мне стыдно признаться но я уже почти 10 лет не пью и не могу ничего сказать про крафт у меня действительно так вышло что мне пришлось бросить бухать и выбрать не бухать выбрать остаться на работе типа того выбрать другой путь но на самом деле я не парюсь если парни бухают и не говорю им что типа ты тварь за я зазош не бухай то есть все таки какой-то стрейт-8 шоев у нас присутствует нет почему из на моей группы я один не бухаю все парни отлично ты-то вокалист лидер группы ну я могу и без бухла уже нормально отчебучить а это называется старость да пожалуй у меня примерно такая же история так что ничего не остается но все равно я время от времени смотрю первые записи вот недавно как там позавчера я пересматривал нашу первую группу хэм у меня был такой очень угарный концерт я его помню на всю жизнь в точке где у нас была очень крутейшая песня называлась бабцовский клуб про пенсионеров которые рубятся в поликлиниках в общественном транспорте за места поближе к двери там все такое и я играл на гитаре и в итоге вошел в какой-то адский раш и стал просто вот так вот херачить по струнам это есть видеозапись и так что мне просто звукачи выключили гитару и я там продолжал вот этот ад и в итоге головой воткнулся в колонку и все в порядке но это же нормальная история была по тем временам тогда как бы вся вся движуха на на этом вот как сказать стёбе не стёбе но на всех этих отдых как у нас тоже такой был концерт в экшене я помню был такой клуб в отрадном да мы пришли группу из трех человек как бы потеря каждого это смертельное ранение для группы фактически мы вышли настроились а все были прям в знатном чаду кутежа басист сыграл две песни порвал все струны крикнул в микрофон вы все бляди и ушел во время песни я играю и понимание баса не хватает я поворачиваюсь а кита нет а он ушел вот такая вот он сказал все что хотел сказать и все в порядке было сейчас конечно такого нет сейчас ребята играют все по-другому то про что ты говоришь как раз он нет это есть вот это есть да 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 видос имеется там потому что если есть демонский том 4 состава сидим это была супер история мы сидели на плитах на новокузнецкой ну не шутер даже все конечно на конечно вот и тогда мы там у хальситянский зевер мы все побухивали постоянно записал там наш товарищ себя будто видос где москетон в пьяном угаре поем песню ля минор одесса мама давай-ка сонечка взбивай свою перину ложись быстрее на скрипучую кровать ведь у тебя аж сегодня манины и я пришел чтобы тебя поцеловать ну это был настолько забавно были в говнище естественно там криво я кривлялся вообще как бог вот а потом через какое-то время мне по моему честер ну не помню точно кто присылает ссылку я включаю называется ссылка как же там беспризорные дети или девчонки беспризорниц или девки гопницы какая-то тема ну короче начинается все это с нашу видос его спиздили и вставили как эпилог этого фильма а потом идет про какую-то вообще вот шпану вот это вот который клей там пыхает и все в порядке мы были настолько поражены и ржали долго но предъяв этому автору даже не кинули потому что это было реально очень забавно скажу вот такую историю вы тусовка ваша это все-таки новокузнецкая да и несомненно второе дыхание конечно несомненнейше расскажи людям кто и кто не застал это была всегда целая эпоха когда у тебя не было денег зимой когда те не хотелось тусоваться во дворах это конечно рюмочная было золотом там чё только не делали фехтовали на кружках станут около футбольщики но ты придешь там выпьешь рюмку к тебе пристанет какой-то пьяный десантник который сейчас запой на руках подраться или какой-то дядька с дипломатом интеллигентный который тем может угостить водкой это был настолько круто у нас миллион историй включая там страшные когда мы стояли с честером выпивали водку там был самый первый вот этот столик когда спускаешься влетел человек какой-то спустился по лестнице прямо над ухом бахнул холостым эстетэшника мы чуть не наложили кирпичей в штаны а он там что-то разбираться пришел а потом у него мусора вытащили вот у него стояла тачка наверху калаш еще сверху когда его задержали но самое фееричное было наше вот последнее посещение второго дыхания это я не забуду никогда я уже не пил но мы все равно решили посетить по старой памяти посмотреть я лично пошел конопешку сельдью скушать вот этот вот на картонке бородинский хлеб помазанный маргарином и когда тебе брала вот буфетчица зелень рукой такой на вот шикарные вещи мы провели там без драки ровно 20 минут рядом с нами стал как человек бритый такой по виду очень правая вещь ну все как надо тогда по моде торш тайнар все как надо он сначала к нам подошел сказал я стритейджер но у него были глаза такие как будто я не знаю он бутерратов сосал два куба знаем этих стритейджер такие вот а в центре сидела ну как обычно там синяки вот эти вот сидели одну бутылку водки на всех там прошло 20 минут этот чувак молча встал взял бутылку и самой алкоголички просто в лоб ее вонзил реально просто разбил бутылку вот поступательным движением тут же конечно шматки сало вот эти от алба кровяка и мы поняли что сейчас при этом сара и мы будем первые кто с ним поедет поэтому пришлось ретироваться но эти времена конечно в 23 февраля когда пьяная в говно буфетчица продавала все по одной цене и сама еще со всеми бухала это было всегда можно было там на холодильнике прикорнуть на этом валяющимся на боку великолепно да второе время второе дыхание этой эпохи конечно жалко что она ушла это это вот когда ты можешь да действительно весь свет свет встретить по людской массы от интеллигента заканчивая бича вот последнюю до последнего бича и знаменитая вот эта фотография когда второе дыхание за два алкаша лежат а то что второе дыхание не открылось ну это утренние обычно какие-то было вообще конечно целая эпоха мне всегда очень нравилось у меня даже один друг познакомился там со своей будущей женой вот так даже бывает серёжа портвейн привет серёжа портвейн познакомился с будущей женой во втором дыхании происходиться надо здравствуйте все кино не будет электричество кончилось ну вот скажи бросил бросил пить а спортом то увлекся каким-нибудь да ну как я не увлекся спортом я просто когда бросаешь пить все-таки какой-то процесс рецессии за должен быть но что-то должно заменить забил да все свободное время спортом и начал жонглировать гирями как да ладно да такой забавный есть вид спорта силовое жонглирование очень крутой и вот я увлекаюсь такой вот дрянью так подскажи куда это сходить где где заниматься я занимаюсь просто в обычном зале от института мои то есть там растят чемпионов мира туда вот маланчев андрей ходит такой есть там абсолютно чемпион мира по пауэрлифтингу то есть там я прихожу или смотрю на ребят есть к чему стремиться каким высотам расти мне мне кажется это удивительно до человек который играет боделовой занимается гиревым спортом но иногда знаешь бывает обидно когда ты приходишь там мне все-таки там за 30 какой-нибудь 19-летний пиздюк там говорит а я вчера там камаз тянул ты думаешь да пожалуй я уже старт для таких шуток а надо думать проще там пошел ты на и первого не на самом деле там в этом зале довольно простые отношения там нет вот никакого пафоса там вы ты дрища я вот в порядке не там как будто совершенно все в порядке есть ты ничего не понимаешь ты каждый может помочь и денег за это никто не берет ну потому что это не вот эти япи да которые занимаются спортом потому что вот у них коллеги тоже заниматься а синтол да синтол сила всем привет часик в радость чефир в сладость моя фирменная двоечка да да не хочешь стать фриком нарастить руки базу че то мне мне здоровье жалко на самом деле это как раньше был это же такая история в 90 когда парни себе вазелин закачивали в костяшку парафин или парафин да и я помню там были такие они отбивали подоконнике кулаками углы подоконников вот я знаешь ты попроси все по-честному и тогда все получится да я чего хочешь порвать могу я же лютый опять же вышел диск да ну на самом деле довольно маленьким тиражом и выпустили все там 100 дисков и на ближайшем концерте все остатки которые мы еще не успели раздарить мы выставим на продажу за минимальный вообще прайс но если вдруг вы не можете попасть третьего января на концерт давай может быть как-нибудь разыграем что ли ну отличная идея сделаем какую-нибудь викторину например кто вспомнит когда состоялся первый концерт группу эбиралис и пусть восьмой ответ будет победителем вот так восьмой да загадочно чтобы одержать победу в этом раунде господин груз должен ответить пару слов напоследок ну чего хотел сказать парни ходите на концерты музыка живет мы этой музыке точно не дадим умереть угаром нас еще хватит на много лет я надеюсь и дадим-ка мы все вместе джазу всем напоминаем 3 января в москве в клубе театр театр да не забудьте что он переехал в фили а не ехать там где сейчас клуб город и 20 января в питере в сбг баре вот такие диски вас ждут приобретайте диски ребята не просто так выпускают это же тоже своеобразный олд-скул часто как бы все в айтюнсах не в айтюнсах сувенирка грубо говоря кстати говоря я на диске ты вижу силу нет 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 тут я феофан это ты но я же отрисовывал все это такое ощущение что ты силой ну мышь похоже не было есть красиво супер истории на самом деле каждый концерт вот после записи там район на район к нему находится какой-нибудь один человек который подходит говорит соловей нет нет у чё улице города ты сыграешь улице города ты сыграй и саня каждый раз бы это не наша песня это песни группа выбирались проходят пару минут ну чё сыграет что улице города и вот он заебал и он приходил ко мне с такими вот претензиями типо соловей да заебали меня уже там путать с тобой но все равно забавно выходит скажет меня тоже просят проводнице сыграть так что не выебывайся и мне не просят конечно проводницу но иногда путаются выпившим скляром однако однако не скляр крутой дядька он такой очень атмосферный во многом благодаря ему у нас очень много тяжелой музыки тогда появилось и я еще помню на концерт бай хазар в 96 по моему году ходил как раз но я еще был молод мы все там еще бы я тогда слушался пультуру и должен был там тоже быть спасибо тебе большое за то что пришло дарю вам что пригласили был очень рад на самом деле необычный опыт но очень приятный программа из глубины